Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, система распознавания лиц в Москве. Очень удобно. Помните, как Серега Собянов говорил, какое удобство платить своей мордой. Как бы можете приходить, и у вас все сразу вас пропускают, двери открываются, и свободно. Система распознавания лиц. Вносите в базу данных МОСРУ, свои лица, ФАСПрофиль, чтобы все вас свои документы вносите. Ну вот и теперь система распознавания лиц уже в Москве протестирована на уклонистах. Уже, как отчитывается, правоохранительные органы уже распознали пятерых на всю огромную Москву, на эти миллионы жителей, пять уклонистов. Списки подаются тех, кто скрывается от призыва. И значит, их уже все. Четверых задержали. То есть, видно, в метрошке они ехали, щелк, лицо считали на какой-то соседней станции, хлоп, взяли и прямо из метро отправили в военкомат. Пятый оказался хитрым жуком и как-то ускользнул через кордоны, ушел через кордоны, и его не смогли, значит, задержать. Ну, друзья мои, лиха беда начала. То есть, начинается вот эта вот охота на лица. Поэтому, те, кто уклоняется, значит, что же. Как, я не знаю даже, как быть, друзья мои. Это надо опробовать. Значит, как говорится, бейсболочка на глаза, маска от... Сейчас, опять же, ковид свирепствует. Ну, и вот такие, как говорится, темные очки, как стрекоза здоровенные. Ну, сам по себе, конечно, вид такого человека, ну, вызовет подозрение. Если там полицейский увидит, что идет такой вот некоторый человек в футляре. Наверное, он просто его остановит, скажет, гражданин, пройдемте. Кто-то тут названивает. Ну, в общем, друзья мои, система опознавания лиц продолжает работать. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова